Это будет не просто передача о том, что достигнуть идеальной массы тела достаточно просто, а передача о детоксикации организма. Что такое детоксикация организма? Это значит, очищение организма от всех соединений, те, которые в нем присутствовать не должны. Откуда же эти соединения в нашей тушке берутся? Конечно, это то, что мы потребляем с едой, то, что мы потребляем с питьем и то, что мы получаем из воздуха. Ну, в моей тушке вредных веществ нету, потому что здесь не кушаю какашечки разные всякие и стараюсь не кушать вообще никакие консерванты. Тем не менее, специально было набрано до 120 килограмм за последние несколько месяцев для того, чтобы цикл передач, еще раз говорю, можно было сейчас этот начать и показывать динамику, чтобы те, кто не верит в то, что это безболезненно, те, кто не верит в то, что это достижимо, наконец-то разули свои глаза и увидели результат. Мы будем избавляться и от тяжелых металлов. Я все это покажу, как мы это будем делать, какие препараты мы будем принимать. Вы увидите, потому что я все всегда показываю на себе. Если я что-то рекомендую, то, безусловно, сначала я это попробую сам. Только так можно в этой жизни делать. Ну, если у меня нет возможности что-то попробовать, то, что у меня нет женского тела, тело мужское, то, соответственно, Юлечка пробует или Олечка пробует. Ну, те, кто помогают и те, кто согласны поучаствовать в этом процессе. Сегодня я покажу первый этап. Первый этап связан с тем, что мы будем использовать теосульфат натрия для того, чтобы убрать соединение металлов из организма в течение первых десяти дней. Напомню, что теосульфат натрия, который сейчас продается в некоторых странах, в некоторых странах он вообще не продается, медицинский теосульфат натрия, стерильный в ампулах или во флаконах. Например, в Таиланде его купить невозможно. Я имею в виду медицинский теосульфат натрия. Он имеется в клиниках и больницах, имеется на медицинских складах, но его купить нельзя. Как и во многих других странах также. В России и на Украине и в других странах бывшего Советского Союза он есть. Сейчас я объясню. Тот теосульфат натрия, который в России производится новосибирской компанией, на сегодняшний день абсолютно неэффективен. Более того, многие оставили отзывы относительно того, что его применение скорее больше вреда приносит, чем пользы. Теосульфат, который производится компанией Дальхимфарм, о котором я рассказывал много раз уже до этого, как бы 30% теосульфат натрия. Никаким 30% не является и, безусловно, от него эффективность тоже очень низкая. Достаточно долго мы искали здесь, в Таиланде, возможность найти теосульфат натрия. С какими докторами и с какими фармацевтами я не разговаривал, в общем, все отказались его поставлять. Тем не менее, задача решилась. Сейчас я покажу, как она решилась. Есть теосульфат натрия, очень высокой степени очистки. Этот теосульфат натрия выпускается и продается тайской компанией. Вот в таких вот банках 450 граммов. Давайте откроем баночку и посмотрим, что внутри. Обычная пластиковая банка с желтой крышкой. На ней написано, что это содиум теосульфат. Также на тайском языке написана формула препаратов. Внутри пакетик с зипом. Давай, мой хороший, вылезай уже. В общем, ладно, вытаскивать я не буду оттуда. И так видно, что это кристаллы. Я его уже опробовал. И сейчас я вам покажу и расскажу, как правильно разводить теосульфат натрия для приема внутрь. Он исключительно качественный, исключительно чистый. И, конечно же, прекрасно функционирует. Что значит прекрасно функционирует? То есть проявляет свои качества и свойства. После приема этого теосульфата натрия, однозначно и моча, и пот, и кал пахнут так, что тушите свет, сливайте воду. Ни в какое сравнение не идет ни с Дальхимфарм, ни в какое сравнение не идет, конечно, и с Новосибирским тоже, и с Дарницей тоже, которые вот на Украине производятся. Как правильно подготовить и развести теосульфат натрия? Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится мерный стакан, в который нам нужно для начала налить чистую воду, которая у меня тоже имеется. И мы с вами нальем 80 миллилитров. Нам нужно налить 80 миллилитров. Значит, у нас 80 миллилитров здесь имеет место быть. Теперь нам необходимо использовать, ну, хотя бы вот такие китайские весы, граммовые. Ну и какой-нибудь стаканчик мы используем, скажем. У меня вот мензурка вот такая есть. Обнуляем весы, чтобы было по нулям вместе с мензурочкой и дальше. Берем теосульфатик и нам нужно 30 граммов кристаллов. Берем и насыпаем 30 граммов. Напомню, что мы с вами сейчас делаем 30-ти процентный раствор, водный раствор теосульфата натрия для перорального приема. Что интересно, в инструкциях до, по-моему, то ли 1947 года, то ли до 1940, кому интересно, посмотрите в интернете, вы найдете. Там в инструкции было указан пероральный прием теосульфата натрия. Сейчас я напомню по поводу того, кому точно не надо принимать перорально теосульфат натрия. Секундочку, так, 27, почти 30. Все, прекрасно, ровно 30. Пакетик закрываем, чтобы... Все здесь оставалось. Мы использовали 30 грамм химически чистого теосульфата натрия. Это содиум теосульфат. Вот здесь у нас находится 30 граммов теосульфата натрия. Вот здесь у нас находится 80 миллилитров чистой воды. 30 граммов и 80 миллилитров. Смешиваем. И размешиваем до полного растворения. Ну, пока он у меня тут растворяться будет, я расскажу, кому точно не надо применять перорально теосульфат натрия. А то некоторые все-таки это сделали, несмотря на то, что у них имелись противопоказания, все равно сделали. Почему этого делать не надо и кому? Те, у кого тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта. Эрозивные гастриты. Эрозивные гастриты, повторюсь. У кого язва желудка, язва 12-перстной кишки и вообще какие бы то ни было язвы желудочно-кишечного тракта. Ни в коем случае нельзя принимать теосульфат натрия. Теосульфат натрия нельзя принимать тем, у кого имеется болезнь крона. Ну, кто знает, что такое болезнь. Кто болеет болезнью крона, тот прекрасно знает, что это такое. Теосульфат натрия нельзя применять в стадии острых заболеваний печени и тяжелых хронических заболеваний печени. Повторюсь, тяжелых хронических заболеваний печени. Кому еще? С осторожностью, гипертоником принимать и в случае, если есть проблемы с почками, нужно внимательно контролировать. Всегда можно начать с 5 мл, с маленькой дозировки и посмотреть на реакцию организма. Если есть какие-то сложности, связанные с болями, у кого язва желудка, некоторые просто не знают о том, что у них, например, есть язва в желудочно-кишечном тракте. В обязательном порядке ни в коем случае сразу не принимайте нормальную дозировку. Естественная нормальная дозировка для взрослого человека весом более 45 кг составляет 1 ампулу. Ну, в данном случае у нас ампулу нету. У нас есть раствор. 30% раствор теосульфата натрия, который мы с вами приготовили только что. Ну, практически он полностью растворился. Сейчас дождемся, пока окончательно все кристаллы растворятся. Разовая дозировка 10 мл. То есть, то, что мы с вами сейчас приготовили, это на 10 приемов. Разовая доза 10 мл. Не вздумайте выпить это все сразу. Принимается на ночь. Ну, почему на ночь? Потому что часто достаточно теосульфат натрия действует слабительно. Вот Ольга Осипова написала, ребенку 14 лет можно. Это зависит от веса. Напишите, пожалуйста, какой вес у ребенка. Дальше. Почти растворился. Еще чуть-чуть. И у нас 10 порций. Хранить это можно в холодильнике. Также в автоклаве это все можно стерилизовать. И у вас получится стерильный раствор. Это для тех, кому в случае апокалипсиса нужно будет сделать инъекционный раствор. Дальше он в специальной бутылочке. Его можно отфильтровать в обязательном порядке. Нужно будет. Это я потом расскажу, как делать. Когда придет оборудование, я скажу, как сделать стерильный раствор, чистый для внутривенных вливаний. Из этого теосульфата как это сделать? На будущее. Но не сейчас. Оборудование нужно кое-какое. Достаточно простое. Вес 53 килограмма. Это у вас уже не ребенок. Это у вас уже взрослый человек. 14 лет. 53 килограмма. Это вес взрослого человека. Все как для взрослых. В данном случае. Если нельзя теосульфат пить, то будет отдельный разговор. Как очиститься. Дело в том, что мы будем использовать не только теосульфат. И сейчас, сегодняшняя передача, которая идет, она содержит только первую часть того комплекса. Будут еще передачи. Я буду рассказывать в следующих передачах. и показывать, как это функционирует. И рассказывать по поводу того, какая динамика снижения веса. То есть, наша задача на моем примере. Сейчас 120 килограмм. Мы достигаем идеальной массы тела, которая в моем случае составляет 80 килограмм. Поскольку мой рост составляет 180 сантиметров. Соответственно, рост минус 100. 80 килограмм. Ну, у меня достаточно тяжело еще ко всему кости. Поэтому, скорее всего, это будет, наверное, 90. 85-90. Как-то так. А то это будет, наверное, совсем. Ну, по самочувствию посмотрим. Вообще, ИМТ, да, 80 килограмм. Голодом, ананас говорит, голодом, холодом и движением. Нет, дорогой друг, это вы себя мучите. Голодом, холодом. Что касается голода. Слово голод неприменимо в нашем случае вообще. Почему? Потому что голод – это страдание. Отказ от приема пищи – это не голод. Это совсем другое. И первую неделю, которая вот сейчас будет проходить. Первая неделя – это 7 дней. 7 дней приема тиосульфата натрия. Я буду его принимать. И вместе, первая же неделя, помимо тиосульфата натрия, будут приниматься следующие препараты. Но они будут приниматься не только неделю, а вообще весь цикл. Первая – это сквален. Сквален 5000. Многие из вас знают, что это такое. Это фракция, выделяемая из печени, глубоководной австралийской или новозеландской акулы. Чаще новозеландской, потому что вылов этих акул запрещен. Но разрешен в Новой Зеландии. И в Новой Зеландии из печени глубоководных акул добывают сквален. Очень полезное вещество, влияющее на много систем жизнеобеспечения нашего организма. В данном случае он нам нужен для нормализации функций лимфатической системы. Потому что с избыточным весом лимфатическая система начинает плоховато функционировать. И, конечно же, это Мурдания и Плюкау. Мурдания и Плюкау. Плюкау – это Хау Ютюния сердцелистная. Ну, а Мурдания, она так и называется Мурдания. Лариформис. Нам нужно 10 мл. Сейчас я отмерю 10 мл. Вот эта дозировка – 10 мл. Вы можете, если у вас, еще раз повторюсь, если у вас нет противопоказаний, пожалуйста, будьте очень внимательны. Если нет противопоказаний, то тогда спокойно начинаем принимать. Как определить, сколько времени принимать, сколько дней? Чаще всего, но не во всех случаях, если организм человека имеет соединение металлов, и не только тяжелых металлов, запах вашего кала, мочи и пота будет очень скверным. Но, к моменту вывода из организма этих токсичных веществ, запах начинает пропадать. Так вот, если запаха нет, принимаем 5 дней. Если запах есть, и на пятый день он пропадает, принимаем 7 дней. Если запах не пропадает, и на седьмой день принимаем до 10 дней. Надо сказать, что вкус этого теосульфата, безусловно, да вы даже по вкусу почувствуете, что то, что производит Новосибирск, Дарница, и то, что производится даже Дальхимфармом, это скверный теосульфат. Потому что этот такой вкусный. Ой! При хроническом гепатите неактивном, да, можно. При хроническом неактивном гепатите можно. В течение ближайших двух месяцев у нас будет цикл передач. Сегодня я рассказал по поводу теосульфата натрия. Сегодня, опять-таки, я рассказал вам по поводу еще двух типов препаратов. Три препарата, предназначенные для того, чтобы отремонтировать, если по-простому сказать, то есть восстановить идеальные функции лимфатической системы. Они, правда, влияют не только на это, как я уже сказал. Вот скволен. По поводу скволена, надо сказать, я его постоянно назначаю тем, у кого метастазирование случается при онкологии. И он является хорошим онкопротектором. Также прекрасно влияет на восстановление функции печени. И очень полезен тем, у кого есть жировой гепатоз или стеатоз. И гепатит, разумеется, тоже. Поэтому мы принимаем следующую сборку. Каждое утро мы берем одну капсулу для взрослого человека. Одна капсула скволен 5000. Мы берем Мурданио Клориформис, 4 капсулы для взрослого человека или 2 грамма порошка. Он есть и в порошке, он есть и в капсулах. И также мы берем Плюкао. Плюкао это Хао Ютюния Сердце Листа. Все это можно делать уже на этапе, когда вы первые 7-10 дней принимаете теосульфат натрия. Теосульфат натрия, напомню, лучше принимать вечером. Потому что утром вы будете делать хорошо очень пупу. То есть с дефекацией будет случаться и скорее всего с диареей. Пожалуйста, не пугайтесь всего этого. Итак, вот у нас подготовлены капсулки. Вкусняшка. Да и только. Юляша у нас уже процесс этот прошла. Ну как, проходит точнее этот процесс. И у нее, по-моему, со 120 она сегодня уже доехала до 100. То есть 20 килограмм уже пью и нету. Ну там немножко другая история была. Смысл не в этом. Значит, следующим этапом, в следующих передачах, дорогие друзья, я расскажу вот о чем. Нам нужно помимо солей тяжелых металлов, фенолов и формальдегидов, вывести из организма еще одну существенную гадость. Нам нужно вывести из организма паразитов, в том числе протезаозных инвазий. Для этого есть прекрасный препарат Тимен. Завтра я о нем расскажу или послезавтра и тоже все покажу. И грибы. Вот с грибами сложнее всего. Но я буду показывать очень тщательно. Вот об этом. И я это буду делать тоже в прямом эфире. Это химически чистый медный купорос. Видите, написано. Куперсульфат. Для аналитических лабораторий. Ну, у меня вот этот плохо показывает камера, но ничего страшного. В ближайшие дни также будет передача по поводу медного купороса. Как его правильно разводить для приема внутрь. Для того, чтобы очистить организм от широкого спектра грибковых инвазий. В том числе, это будет очень интересно для тех, у кого есть кандида, аспергилы разных видов и другие микозы. Я расскажу также, как делать растворы для ног, у кого имеются поражения грибковые кожных покровов. Расскажу о том, как делать мазь для тех, у кого есть меланома и другие неприятные явления, которые называют онкологическими на коже. Ну и, конечно же, буду рассказывать, как принимать внутрь в профилактических целях. И буду рассказывать о том, как принимать внутрь для тех, у кого уже поставлен диагноз онкология. Будет эфир, где я расскажу о том, какие компоненты необходимо добавлять. И какие компоненты я буду добавлять, безусловно, это будет тунбергия лавролистная, но это будут еще и другие препараты, которые оказывают существенное влияние на весь процесс детоксикации, глубокой детоксикации организма. Включая те вещества, которые остаются в висцеральном жире, этот жир из нас будет уходить, а также те вещества, которые остаются в костной ткани. А в костной ткани, смею вас заверить, остаются вещества даже со времени того, когда мы были совсем маленькие и нам сделали приятные такие, или не в кавычках, да, приятные защитные штучки в соответствии с расписанием людей, которые носят белые халаты и говорят о том, что это детям очень полезно делать. Не буду говорить конкретно что, но думаю, что все поняли, о чем идет речь. В том числе и те соединения ртути, которые присутствуют в этих, так сказать, вещах. Вот. Не будем на ютубе говорить конкретно в каких, но думаю, все все поняли. Вся эта дрянь остается в костной ткани с детского возраста. Все это можно оттуда удалить в течение полгода. И это не шутки. И те из вас, кто уже сейчас, на текущий момент времени, желают сделать глубокую детоксикацию организма и заодно убрать лишние килограммы, достигнуть идеальной массы тела. Повторюсь, идеальная масса тела рассчитывается достаточно просто для мужчин рост минус 100 и для женщин рост минус 100 минус 10. Поэтому, если у вас такое желание есть, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы с вами все это сделаем вместе. Пишите, пожалуйста, комментарии по этому вопросу. Вижу, что Владимир спросил против выпадения волос. Обратитесь, пожалуйста, к Юлечке. Юлечка вам все расскажет. У нее сейчас шевелюра такая интересная стала. Она вам расскажет много интересного на своем примере. Просто добавь воды. Пишет, как избавиться от грибка ногтей на ногах, 15 лет мучаясь. Приходите и в ближайшее время смотрите передачи. Я покажу, как это делать. И вы решите эту задачу очень быстро. Естественно, это не только внешнее воздействие, но и внутреннее воздействие. Поэтому ни о каких фунгидах, ни о каких грибках уже вы не вспомните через некоторое время. Если, конечно, нет противопоказаний по поводу куперсульфат или медный купорос. Все это я расскажу и покажу. Сейчас каждый из вас может обратить внимание на описание к этому видео. В описании к этому видео вы найдете ссылку на теосульфат натрия, о котором я сегодня рассказал. Первое. Второе. Вы найдете ссылку на комплекс для тех, кому детоксикация не нужна. Для тех, кто хочет просто достигнуть идеальной массы тела. Там есть готовый комплекс именно для тех, у кого организм чистый, но кто хочет нормализовать свой вес до идеальной массы. Ну и, конечно, есть ссылочка на систему питания «Семь ангелов». Пожалуйста, дорогие друзья, заходите, смотрите, изучайте, задавайте вопросы. Напомню, что эти препараты, вот Ольга Фролова говорит, где купить. Заходите, пожалуйста, на сайт asiabiopharm.com. Здесь вы найдете над моей головой также номер телефона. Там у нас Юля. Она вам все подскажет и ответит на все вопросы. Над моей головой это номер в ***, номер телеграм. Пожалуйста. Александрина спрашивает. Владимир, как избавиться от любви к сладкому? От любви к сладкому или к жирному, или к мясному, или еще к чему-либо. То есть, это не любовь, а тяга называется. Как это происходит? Многие задают этот вопрос. Я сейчас постараюсь объяснить. Внутри нас, наш организм, точнее, является домом для очень большого количества самых разнообразных живых существ. Основные три типа. Это бактерии, это грибы, ну и, конечно, паразитарные инвазии. Одних паразитарных инвазий описано больше 120 тысяч видов, а грибов еще больше видов. Никаких анализов в лабораториях на это не делают. И именно грибы и паразиты являются основными причинами. Их бесконтрольное размножение является основной причиной хронических заболеваний. Как это функционирует? Почему ум хочет того или иного? Либо сладкого, либо молочного, либо еще какого-то. Это не вы хотите. Это коллективное сознание, интегрированное в ваше сознание. Интегрированное сознание паразитических инвазий. Они действуют по принципу пчелиного роя. То есть у них коллективное сознание. Или муравейника. У них есть общее сознание, интегрированное в сознание того, на ком они паразитируют. В данном случае это человеческий вид. Поэтому вы думаете о том, что вы хотите. На самом деле это не вы хотите. Все, что нужно сделать, это их оттуда попросить на выход. Поднять функции иммунной системы. Нельзя сказать, что вы навсегда сможете попросить всех на выход. Они там заселятся снова. Но иммунная система будет вовремя контролировать их численность. Как избавиться от стоматита? Очень просто избавиться от стоматита. Видите, над моей головой есть телефон. Это *** или Телеграм. Пожалуйста, вы туда можете написать. И либо на канале Телеграм задать вопрос. И я отвечу, как это сделать. Сделать это очень просто. Есть готовый комплекс для терапии воспалительных заболеваний полости рта. Пожалуйста. Эта задача решается в течение одной недели полностью. Как вылечить подагру? Еще раз подскажу. Над моей головой есть телефон. Вы можете записаться на консультацию. Там все достаточно просто. Есть консультации письменные, заочные. Где я отвечаю по анкетам, которые вы заполняете. Есть консультации голосовые. И есть даже видеоконсультации. Кому вот прям вот очень хочется поговорить по видеосвязи. Пожалуйста, персональные видеоконсультации. Также вы можете почитать на сайте Азия Биофарм отзывы. Там есть поддельная страничка такая. И многие из тех, кто здесь написали, там оставили отзывы. Все отзывы честные. Все задачи решаются. Достаточно просто. Как излечиться от капельного дерматита? Вообще-то капельный чаще бывает псориаз. Каплевидный. От него достаточно просто излечиться. И у нас есть готовые комплексы для этого. Из-под агры тоже вопрос решается. Судорога. С судорогой посложнее. Нужно понять причину. Чаще всего это поражение, конечно, нервной системы. Дорогие друзья, у кого есть вопросы и кому нужно решить задачу, связанное с исцелением тела от различных заболеваний, сейчас я вам сброшу ссылочку. Это ссылочка на канал Телеграм. На канале Телеграм в консультации натуропата я абсолютно безоплатно отвечаю на те вопросы, которые вы задаете. Ну, по мере возможностей, конечно. Те, кто не хотят прилюдно задавать вопросы, всегда вы можете обратиться через консультацию. Консультации бывают оплатные, бывают безоплатные. Безоплатные проходят по субботам, но нужно ждать. Но они есть, тем не менее. Каждую субботу я абсолютно безоплатно провожу консультации. Что думаете про малопитание? Про малопитание ничего не думаю. Абсолютно. Я вам предлагаю изучить все, что связано с системой питания Семи Ангелов. Это не биохимическая система питания. Это система питания энергетическая, основанная на абсолютно иных принципах. Отличных от обычных диет каких-то там. Это не диета ни разу. Это система питания, основанная на энергетических аспектах нашей жизнедеятельности. Как набрать вес? Для того, чтобы набрать вес, нужно сначала сделать глубокую детоксикацию организма. О чем, собственно, сейчас и идет передача. При всем при этом, в процессе детоксикации, вы еще потеряете вес. И только после этого вы начнете его набирать. Поэтому пугаться не надо. От полипа в носу и от гормональных спреев избавиться очень легко. НС-153 плюс то, что я сегодня показал. Хорошо. По поводу полипа в носу. Сквален 5001 капсула. Мурдания лориформис. Четыре капсулы для взрослого человека. Плюкао или хаоютюнис сердцелистные. Четыре капсулы. Утром, как проснулись, вечером за час до сна принимаем. И в каждую ноздрю, три раза в день, по пять капель закапываем. Масляный инфус называется. НС-153. Николай Сергей-153. Над моей головой есть *** и телеграм Юлечке. Вы можете задать дополнительные вопросы ей. У нее есть ответы. Воля спрашивает. В нынешних реалиях, как сустав восстановить? Также есть комплекс восстановления поражений суставов. В том числе есть две микстуры. Но это другая передача. Достаточно быстро снимаются все боли. Боли пропадают через 20 минут. После того, как вы используете специальные компрессы. Из микстуры. Также есть микстура для перорального приема. В том числе грыжи шморля. Убираются. И другие поражения опорно-двигательной системы. Можно ли пить препараты, которые предназначены 3 раза в день за 1 прием? Нет. Надо 3 раза. Сергей спрашивает автора. А если начал ощущать пульсацию в горле, что это может быть? Может быть много чего. Но для того, чтобы ответить правильно на ваш вопрос, вам лучше заполнить анкету. Над моей головой есть телефон. Это же ***. И, собственно, это же Telegram. Куда вы можете обратиться. И Юлечка объяснит, как это сделать. В данный момент имея троп в бедре, как избавиться от этой заразы? Растворить этот троп. Но, друзья мои, все, кто задают сейчас вопросы здесь. Я призываю вас, прежде чем приступать к чему бы то ни было, изучить систему питания «Семь ангелов». Заходите, пожалуйста, по ссылке, которая здесь выше была дана. Изучите вводную статью по системе питания. И потом изучите саму систему питания. Для того, чтобы отремонтировать свою физиологическую оболочку, необходимо для начала перестать потреблять те вещества, которые находятся в составе продуктов питания. В том числе и в составе водопроводной воды, и других продуктов, потребляемых нами. Которые привели к тем заболеваниям, которые у вас на сегодняшний день есть. Если этого не сделать, то это получается, что... Вот... Сидите и... Не вынимая ржавые гвоздь из пятки, пытайтесь заливать его зеленкой. Ничего хорошего из этого не получится. До новых встреч, дорогие друзья. Пишите ваши вопросы. Будем делать передачи, в том числе основываясь на ваших вопросах. До новых встреч. Всех вас. Целую. Обнимаю. И жду вас на новых передачах о здравии тела и о ясности ума. Также напоминаю, что вы можете принять участие в наших стримах на канале Телеграм в прямых эфирах. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.